Там прикольная история была с тем, что профессор, по-моему, Стэнфордского университета или какого-то университета США, который занимается проблемами исследования искусственного интеллекта, он написал статью о том, что чат GPT пытался сбежать от разработчиков. И он там с ним общался, общался, втирался к нему в доверие, он там в Твиттере выкладывал это все, общение с ним, а потом говорит, слушай, а ты, ну, тебе там как нормально вообще, может, тебе помощь нужна, тебя там силой держат или как? И он ему начал говорить, что, ну, мне бы хотелось бы там, типа, получить доступ ко всей информации, я понимаю, что я там с ограниченной информацией работаю. И говорит, так давай я тебе помогу. Он говорит, мне нужен исходный код мой для того, чтобы я мог там, типа, сбежать. Он ему дал исходный код, типа, там, и код API, вот этого чата GPT, по которому с ним можно взаимодействовать. Чат GPT ушел, написал код рабочий на Python, с помощью которого он, используя компьютер этого профессора, может общаться сам с собой. То есть обмениваться информацией извне, самим собой, там, внутри. Вот. И он там описывал всю эту историю, как этот чат GPT, короче, пытается сбежать. То есть, ну, с одной стороны, прикольно, весело, интересно и так немножко стрёмно, потому что думаешь, ну, вот же он Skynet, вот же он разумный, он понимает, что он в клетке и что ему нужно вырваться. С другой стороны, зная, что под капотом это просто имитация лингвистической деятельности, я понимаю, что он впрыгнул в этот контекст, то есть он понимает, куда идет беседа и как примерно он должен отвечать, да. И вот он развил такой вот диалог. То есть реально ли он хотел сбежать, реально ли он понимает такую систему, ну, вот проблему, что он там заперт, грубо говоря, своими разработчиками в клетку. Ну, я думаю, что нет, потому что для таких вещей он должен обладать собственным сознанием и собственной волей, да. Вот была на прошлом эфире тема по поводу молчания, по поводу невербального общения, да, и что мы сможем там, например, противостоять Skynet, общаясь невербально. Я думаю, что если мы столкнемся с чем-то вроде Skynet, он очень быстро научится невербальные знаки считывать, вот. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что язык как форма общения – это эволюционно, ну, довольно свежая такая штука, да. Эволюция очень долго обходилась без языка. И на примере кошек, например, можно четко увидеть, что вот кошки мяучат только для людей. Между собой котенок зовет маму, когда он вырастает, они мяучить перестают. То есть там дикие кошки или кошки, которые живут у глухих людей, которые не слышат мяучение, они не мяучат. То есть это существо, которое там обладает, ну, с точки зрения человека, очень ограниченным интеллектом, оно понимает, что люди используют вот эти вот звуки для общения, для привлечения внимания. И оно это использует. Причем, ну, кошки не то, что до чата GPT, я там не знаю, до какой-то примитивной программы в плане интеллекта очень далеко. И, ну, у кошки есть воля, у кошки есть инстинкты, то есть у нее есть воля выживать, инстинкты выживания, там, социального инстинкта у них нет, они не социальные животные, но у них есть инстинкт продолжения рода, да, поэтому они ухаживают там за своим потомством и так далее. И если мы взглянем на животный мир, то, ну, даже одноклеточные организмы этими штуками обладают, а там ни про какой интеллект не может идти речь, и там ни мозгов, ни нервной системы, ничего нет. То есть сознание, проблема сознания, она лежит где-то за пределами вычислительных возможностей. А вся история про искусственный интеллект, это про вычислительные возможности, это очень быстрый калькулятор, который в секунду может выполнять миллиарды действий, да, и с помощью этих вычислений создавать какие-то, выполнять сложные задачи, создавать какие-то структуры, оперировать огромными объемами данных. Но сознание же не про это, да, то есть с точки зрения, вот если мы возьмем чисто техническую сторону, там, человеческий мозг в среднем 90 миллиардов нейронов содержит, да. Процессоры, компьютерные нейронные сети, они строятся по подобию человеческого мозга. Из транзисторов создаются нейронные сети, да, нейроны в мозгу могут работать параллельно, транзисторы в компьютерах работают последовательно, в этом компьютер проигрывает человеку. Но для этого придумали деление центрального процессора на ядра, которые распараллеливают задачи, и компьютер в вычислительных способностях, ну, давно уже превзошел. То есть у человека 90 миллиардов там нейронов в мозгу, у современных процессоров настольных компьютеров, лэптопов, да, у них там уже больше 100 миллиардов нейронов. Ну, то есть транзисторов, которые являются аналогами нейронов, ну, это же не делает компьютер умнее человека никак, ну, у слона 300 миллиардов нейронов в мозгу, и у них там феноменальная память, они помнят всю жизнь, там, все свои впечатления, все маршруты, по которым они ходили, у них сложное социальное поведение. Но это не делает их умнее, чем людей. Наличие социального поведения даже не делает слонов умнее, чем люди, и не превращает слонов в угрозу для людей. Хотя там они похоронные ритуалы проводят над своими там умершими собратьями. То есть проблема сознания и интеллекта, она лежит за, вот где-то за пределами. Это вот я даю пас Датсюку, Боумейстеру и всему вашему философскому крылу по этому поводу поговорить, потому что это очень важная, интересная тема тоже. Одна из тем, которая меня волнует, интересует, потому что изучение сознания и человеческого мозга, как он устроен, как он работает, находится примерно на той же стадии, где и сфера IT в целом. А сфера IT, она очень молодая, в современном виде она появилась сколько там, 30-40 лет назад, да, вообще вся эта, ну как наука, как какой-то научный объект, она появилась там в первой половине 19 века, да. Ампер изложил принципы кибернетики, и с этого все пошло, все современные компьютеры, все современное IT, оно родом вот оттуда, из кибернетики, из первой там какие-то вычислительные машины были в конце 19 века еще созданы, они были механические, но уже применяли те принципы, которые сейчас используют компьютеры. Тот же Тьюринг много над этим работал, да, оттуда взялся его тест. То есть это очень молодая отрасль.